Здравствуйте, мы снова с нами. Сегодня у нас вторая часть наших практических занятий, которые посвящены функциональному блоку субдоминанта второй ступени, доминанта и тоника. На нашем первом занятии мы использовали домажорную тональность субдоминанта второй ступени, который у нас выражал ре-минорный аккорд с большим количеством его вариаций. В качестве доминанта мы использовали соль-мажорный доминантовый аккорд группы мекстильдийского лады или альтерированный, и разрешались в мажорную тонику. То есть это блок 2-5-1, очень хорошо известен, особенно с джазменом. Но сегодня мы сделаем тот же самый блок, только тоникой у нас будет не мажорная тоника, а тоника минорная. Кто смотрел наши первые 11 ступительных базовых лекций, понимает, что существует 2 тоники, тоника мажорная и тоника минорная, которые живут в одном едином ладе, в одной диатонике, в одном натуральном мажоре или натуральном миноре. Собственно, это родственные тоналисти, это одна и та же тоналисти, это один джазмен, который состоит из одних и тех же нот. Вот, и если мы вспомним, что на 7 ступенях натурального мажора присутствует 7 функций, существуют 2 тоники, значит, существуют 2 доминанты. Соль мажорная доминанта, которая стремится в мажорную тонику до, ми мажорная доминанта, которая стремится в минорную тонику, ля минор, и у каждой из этих тоник есть своя вторая ступень. Ре минор — вторая ступень для до мажора, Си полуменьшенная сабтаккорд — вторая ступень для ля минор. То есть это тоже субдоминанта второй ступени, но которая стремится в минорную тонику. Чтобы нам не менять тональность, сегодня минорная тоника будет не ля, а до минор, потому что на предыдущем занятии мы превращались, приходили в мажорную тонику, а сегодня представим, что тоника будет минорная, вот он, до минор, минорная тоника, ну и, соответственно, лад у нас поменяется. Как бы это будет ми мажорная гамма, и вот в ми мажорной гамме есть своя минорная тоника, это до минор. Стало быть, субдоминант второй ступени для минорной тоники, в этом ладу будет являться вот этот аккорд, Ре полуменьшенный, то есть Ре полуменьшенная — это седьмая ступень ми мажорной гаммы, то есть все логично. А доминанта, соответственно, соль, и в данном случае она альтерированная. Разрешается она в минорную тонику. Вот в самом простом виде это выглядит так. Вот субдоминанта второй ступени, чистый полуменьшенный сабдаккорд, вот какой-нибудь несложный вид доминанта альтерированный, вот такой, например. Вот видите, вот доминант сабдаккорд, вот минус девятая ступень, вот начало альтерации, и вот наверху опять третья ступень. И разрешаемся мы в минор, ну, например, вот в такой вид, в обычный минорный сабдаккорд, малый минорный сабдаккорд. Ну, или просто мы сыграем доминанту в таком чистом виде, в виде обращения доминанта сабдаккорда. Вот. Поколдуем сегодня с этими функциями. Эта функциональная группа имеет такой лирический, трагический характер. Очень часто используются в джазовой музыке, и в песенной культуре, и в нашей стране очень много на этом функциональном блоке построены песен. Сразу какая-то такая лирическая драматичность наступает. Итак, говорим про тонику. Куда мы должны разрешаться? По логике начала предыдущего урока вот минорный тоник. Мы можем ее представить в виде малого минорного сабдаккорда, можем представить в виде аккорда с шестой ступенью, можем добавлять вторую ступенью. Также он будет немножко пустоват, этот аккорд. Если в мажорной тонике это было приемлемо, то в минорной тонике интереснее, конечно, вторую ступень играть вместе с минус третьей. Вот в таком виде. Это тоже вариант. Сюда же мы добавляем седьмую ступень. Получается более такой богатый аккорд. Или наверху. Для любителей такого ладового джаза. Так тоже можно выразить тонику, согласно лидийской концепции. Вот. То есть вот такие у нас тоники. Вот сюда мы будем двигаться. Или даже здесь уместно четвертая ступень. Вот четвертая ступень. То есть так тоже можно выражать тонику. Или добавляйте внизу еще какие-то ноты. Пятая ступень. Или просто. Вот так можно исполнять тонику, опуская ступень пятую за ненадобностью. Получается более такой компактный, пустой аккорд. Итак, в эти тоники мы будем с вами разрешаться. Их много. Много. То есть все, что можно построить на основе дарийского лада, все можно использовать для выигрывания тоники. С полууменьшенным аккордом ситуация более простая. Не так много вариаций этого аккорда есть. То есть вот он в базовом виде, в обращении полууменьшенного саптаккорда. Мы можем отсюда сразу выкидывать первую ступень, потому что она есть в басу. И вот мы с этого начинаем. Это субдоминанта. Поменяв одну ноту в аккорде. И бас, соответственно, мы приходим в доминанту. И разрешаемся в тонику. Еще раз. Далее по доминанту можем сыграть более богатую, добавив пятую ступень и опять вернуться в тонику. Либо сыграть не пятую, а плюс пятую ступень в доминанте и прийти в тонику. Либо добавить наверху плюс девятую ступень в доминанте и разрешиться тоже в тонику, оставив наверху эту ноту, потому что это седьмая ступень минорной тоники. А можем даже вот таким хитрым образом взять субдоминанту. Смотрите. Минус шестая ступень в субдоминанте появляется. Оставить ее наверху альтерированной доминанте и вот в такую тонику выйти. Так. Это и эта позиция. Теперь берем сабтаккорд не вот в этом виде, а спускаем его ниже. Перемещаем. Минус пятую ступень субдоминанта у полумещенного аккорда на октаву вниз. Таким образом меняется позиция. Итак, субдоминанта. Вот такая доминанта. Минус девять, три, пять, минус семь. И такая тоника с четвертой ступенью. Еще раз. помните, мы говорили на первом уроке, что всегда важно найти какую-то одну ступень, которая все свяжет. В данном случае это фа. Если нам не обязательно это связывается, то мы можем вот так сыграть доминанту и например, вот так сыграть тонику или вот так сыграть субдоминанту. вот так доминанту и вот так вот тонику. Минорный аккорд за девятой ступенью. Еще раз. Но все равно наверху есть одна связующая нота. Или попробуем сыграть субдоминанту вот таким образом. То есть мы четвертую ступень субдоминантового аккорда полуменьшенного принесем наверх. И тогда у нас тоже появляется маневр. Повторяю. Смотрите, как выражается субдоминанта. Вот минус пятая, вот минус седьмая, вот первая ступень и вот четвертая. Дальше. Доминант альтерированная такая, но простая. И вот такая тоника. Тоже несложная. Или вот такая тоника. Или доминант у нас будет вот в более сложном виде. Смотрите. Плюс девятая и плюс пятая ступень. И вот так можно выразить тонику. И последний вид субдоминанта. В полуменьшенной субдоминанте смотрите, может присутствовать и чистая девятая ступень нота ми. Получается очень интересный аккорд. Совсем такая кривая доминанта, но тоже уместно. Можете все ноты использовать. и вообще все. И тоника. То есть нет предела совершенства. Главное пытаться это делать и пытаться понять. Чем больше практики, тем больше в вашем сознании будет таких вот кирпичиков, гармонических заготовок. Но самое сложное, что вам придется сделать, это сыграть все это в 12 тональностях. И когда вы это все повторите, то ваш гармонический багаж будет несоизмеримо выше. Вот на этом мы сегодня закончим нашу такую короткую, наши короткие занятия практические. Спасибо вам. До новых встреч. До новых встреч.